Всем привет, мои хорошие! С вами Кемели и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня будет мукбанг, как и всегда, впрочем. Вчерашнее видео, к сожалению, мне пришлось удалить. Я сейчас расскажу все подробности, что произошло, почему так происходит, почему мне так не везет, ребята. Я снимаю кольца, хотя можно не снимать, сниму только одно. И надеваю перчаточки. Я люблю кушать именно в перчатках и не бояться, что я запачкаюсь. Особенно мне нравятся, когда перчатки черные. Кстати, вы, наверное, заметили другой задний план. Да, я сегодня сижу в кухне и не потому, что у нас гости или какие-то дела в гостиной. Я просто решила что-то поменять. Много чего поменяется на моем канале в ближайшем будущем. Я уже купила себе штатив, который вам показала в инстаграме. Купила микрофон очередной, уже, наверное, где-то восьмой. Этот, кстати, очень даже дорогой. Я реально просто сейчас очень боюсь, что он тоже будет снимать, записывать звук очень плохо. Я не знаю потом, что я буду делать, если даже этот плохо записывает. В общем, целая история. Тут у нас айси. Давайте начнем с него. По идее, если честно, я не собиралась снимать видео. Но вдруг мне захотелось чего-то, знаете, действительно такого вкусненького фастфуда. Я говорю маме, что я хочу пойти купить себе что-нибудь пожрать. Мама сказала, сколько можно кушать. И у меня есть всегда оправдания. Мама, так я не для себя, я для народа. Люди хотят новое видео, мне нужно снимать, понимаешь? Вот так вот. Картошечка. Любимая. Мне домашняя. Это все один сет. Стоять, я сказала. Стоять. Короче, ребят, слушайте историю. Что произошло? Я уже который раз записываю видео, и мне не нравится звук. Я не знаю почему. Вроде и раньше записывала так, что я захожу на старые свои видео. Наверное, это потому, что я часто смотрю САС-АСМР. Я смотрю, у нее такой чистый звук. У нее вот прям вот эти чавканье. И мне прям тоже хочется. Также я понимаю, что мне далеко до нее. Смотрите, глина лица. Как пахнет. Как вы поняли, уже по столу мы сильно с вами нажраться не будем. Так, перекус. Слушайте, значит. В общем, постоянно у меня со звуком проблемы. Я даже не знаю, что делать с этим. Наконец-то купила еще один микрофон. Новый. Я сегодня отнесла свой фотик. Камил. К мастеру. Мастер сказал, что с камерой все окей. Это у тебя микрофоны не дайки. Но мне кажется, очень странно, что 6-7 микрофонов не работают должным образом. Это как-то очень странно и подозрительно. Как будто... Я наговариваю на микрофон. Я наговариваю на микрофоны. Я подумала, если народ хочет, мне не сложно. Сделала косички. Мне настолько нравится. Я думаю, вот так вот можно даже куда-то и пойти. Просто мне иногда кажется, что я выгляжу глупо со стороны. Ну, типа взрослый человек с косичками, как-то по-детски. Вот дурацкие у меня стереотипы на самом деле. Как хочешь, так и ходи. Ну и какая разница, кто что скажет. Так что... Если вы хотите, чтобы я что-то поменяла в своих видео, пишите это в комментариях. Если ваш коммент будет залайкан, я, конечно же, это сделаю. Айка, конечно же, это сделает. Но в пределах разумного. Кстати, насчет помады. Мне все пишут, что под последним видео ужасная помада. Я соглашусь с вами. Даже эту помаду подарила своей маме, потому что маме уже давно она нравилась. А мне нет. Купила себе 4 помады. Новые, матовые. Как вы любите нюдовые. Там, знаете, почти одинаковые оттенки. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. В общем, почти оно и то же. Покажу в инстаграме. Если вам интересно. Как же вкусно, ребята. Как же вкусно. Штатив я купила в ЦУМе. И этот микрофон тоже. В ЦУМе есть все, что вы хотите. Но просто стоит очень дорого. Но я подумала, чем покупать 7 дешевых микрофонов. Лучше купить один, но нормальный, который тебе будет служить долго. Я надеюсь на это. Вот реально у меня нет времени с этим заморачиваться. Еще я вот начала в эту историю с правами. Много дела, честно. Я хочу придумать разные задние планы. Короче, есть кое-какие идеи. Не знаю, что получится. Но я буду стараться в любом случае улучшать качество своего контента. Даже иногда у меня появляется идея купить себе новую камеру. Какую-то супер крутую. Кэнон 6D Mark II, например. А эту камеру отдать маме, чтобы она снимала там свои кулинарные видосики. Ребята, я помню про Три Ши Ульме. В ближайшее время сниму. Просто мне кажется, если я буду каждый день снимать Шурма-челлендж, это будет не очень интересно. Всем надоест. Дабы хоть немножечко было разнообразия. У меня еще в холодильнике роллы. Просто там мало. я думаю, как бы мукпанк не снимешь, потому что мало. Но просто нажраться ночью. Самое то. Как же вкусно, ребята. Я просто сегодня ходила, набегалась. Я в Инстаграме нашла один магазин. Магазин, где продаются вещи только касательно видеосъемки. Там есть штативы всякие. Я просто сегодня задолбалась искать этот магазин. Мне дали карту. Я звоню по ихому телефону. Никто не берет, никто ничего не объясняет. И уже тогда нужно было понять, что если они не берут трубку, значит, никого нет в магазине. Но нет, Айка это не поняла сразу. Айка ходила кругами, спрашивала у всех там. Спросила на 28-м одной девочке. Она меня узнала. На последние, наверное, полгода первый раз меня кто-то узнал. Но приятно. Я там ничего не нашла. В каком плане? То есть на 28-м ничего такого нет. Есть некачественные вещи. Я решила идти в ЦУМ. В ЦУМе чего только просто нет, ребята. Вот. Это просто вот этот штатив, например, на котором стоит у меня камера. Я купила с Алиэкспресс. И честно, он отвратительного просто качества. Лучше покупать один раз, но что-то хорошее. Это касается техники. Опять же, я наступаю сто раз на одни и те же грабли. Люблю что-то заказать на Алиэкспресс. Но не всегда там бывает, знаете, все такое некачественное, плохое. Давайте не будем наговаривать. Но лучше пощупать, посмотреть, действительно ли тебе нравится эта вещь, действительно ли она тебе подходит. Потом уже, блядь. Давайте отвечу на вопрос. И мы закруглимся. Очень часто мне задают вот подобные вопросы. Привет, Айка. Вопрос задает Дельнара. Привет тебе. Привет, Айка. Как всегда, очень круто выглядишь. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы после свадьбы жить вместе со свекровью? И как насчет этого относится в Азербайджане? Передай мне привет, пожалуйста. Дельнарочка, тебе огромный привет. Спасибо тебе за такой интересный вопрос. Я считаю, что ни в коем случае жить вместе нельзя. Если только нет другого жилья. Вот в таком случае еще можно понять. Но если есть возможность жить отдельно, зачем жить вместе? Я категорически против этого. И мой парень тоже категорически против. Он даже говорит, что если даже я бы хотела жить с его мамой, он бы все равно не согласился. Вот так, в общем, в Азербайджане, если говорить прям про Баку, я в университете училась, например, да, у нас девочки тоже выходили замуж в университетские годы. Честно, редко бывает, что живут вместе. Но если, например, говорить про районы, про деревни, там живут вместе. И не потому, что, то есть так надо, а просто потому, что не позволяют, например, жилищные условия. Квартира стоит дорого. Пока накопишь на первоначальный взнос и так далее, это все время. У нас был в университете мальчик. Ему было 22 года. Его девушке было что-то около 26. И он решил жениться рано. Потому что она была старше, она хотела семью и все такое. Так вот, его родители уступили их квартиру молодым, а сами уехали жить в загородний дом. То есть, в основном родители как бы с пониманием относятся. мне кажется, все-таки жить вместе, это очень тяжело. Дабы сохранить уважение, дабы сохранить какое-то понимание, мне кажется, жить вместе не надо. Как вы заметили, сильно наедаться мы сегодня не стали. Я просто немножечко перекусила. Дальше буду кушать роллы, которые лежат у меня в холодильнике. Мы сегодня сделали просто огромный заказ. Я, конечно, наелась, но эти роллы мне не дадут спать. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами была Ика Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok